Я КС Виктория Петровна, супруга погибшего военнослужащего КС Павла Пантельевича. Меня зовут Рафаилова Ольга Васильевна. У меня погиб сын 5 мая 2015 года. Ему было 23 года. Я мама Мастецкая Валентина Анатольевна, а это мой сын Зарубин Анатолий Витальевич. Позывной ТОСЕК служил в Карлово. Я Толстенкова Валентина Прохоровна. Это мой сын Виталий Юрьевич. Позывной ОМИ. Поехали 6 ноября под Нижней Крымкой. Мой сын Штрук Роман Анатольевич. Просто нормальный партнер. Учился в школе, служил в армии, пришел, работал, женился. И когда наступили трудные времена для нашего края, Донбасса родного, он одним из первых поднялся и пошел на его защиту. Погиб он 19 июля 2015 года в населенном пункте Маренко. Вместе со своими боевыми товарищами ЖК, Акой и сержантом. Ребята выполняли свой боевой долг. Не часто спрашивают, зачем отпустила, почему пошел воевать. Я хочу ответить. У меня Сукух был таким человеком, что он не мог пройти мимо чужой беды, чужого горя. Особенно тогда, когда сейчас наш Донбасс страдает. Когда погибают дети, старики, женщины. Он-то и гражданку не мог пройти мимо чужой беды. В 2014 году, когда началась война, он один из первых решил идти защищать свою республику. Я пыталась его отговаривать, понимала, что это война и на войне убивают. Но он сказал, мама, я не могу сидеть спокойно, потому что гибнут дети и невинные люди. Он погиб в поселке Октябрь Новозовского района, недалеко от Широкина, при выполнении боевого задания. Был снайпером. Был награжден за Углегорск медалью за боевые заслуги. И вторую награду, орден воинской доблести, мы еще не получили. Это за уничтожение вражеского снайпера. Пришел на службу 19 июля 2014 года. Погиб 21 сентября 2014 года. Нападение диверсионной группы. Их погибло 5 человек. У каждого из этих ребят были контрольные выстрела в голову. Он был стрелком на БТРе. Выезжал в Шахтерск, в Снежбок. Тут гибров как были. Я не думала, что... Никакая мать не думает, что ее сына за сил нет. Такая беда. Он очень любил свою семью. Он всегда скрывал это. Он сильно любил своего сына Богдана. О котором он всегда переживал. Когда Украина начала наступление сына на Донецк в 2014 году. Он очень просил так, чтобы его вывезли. А всегда говорю, я вас очень люблю. Только я иногда не показываю того, что я вас люблю. Погибла. Они выехали по 2-го на задание. Подняли по тревоге. Третья особая бригада. Шесть саушек. С них был мой сын. Две... Ну... Четыре человека. Трое сразу погибло. Весь ингредиент ваш остался только один механик. Что мне сказать? Какой он был? Да он был самый лучший у меня. Осталось же его двое деток. Две дочки. Я его просила очень. Он даже не хотел слушать. Говорит, что мне сказать внукам, когда они вырастут. Вот такой он был у нас. Сначала был в Славянске. Потом в других местах воевал. Особо не распространялся где. Наверное, не считал не столько нужным, а столько, чтобы сберечь нас, родителей. Это было, конечно, трудно. Мы ее понимали. Но отгореть ему просто его. Уже не были в состоянии. Он шел бороться за свой край. Бороться за ту против той несправедливости, которая была направлена против нас. И воевал до конца, до последних своих минут. Погиб он в Иловайске, в село Грабское. У них была разведгруппа. Они попали в тяжелый танковый бой. Их накрыли прямым танковым огнем. Сын до конца, до конца своих минут всегда был справедливым и честным в этом отношении. И говорил, если кто, вернее кто, если не я, я не переживу, если здесь будет эта нога нацистов топтать нашу землю. На данный момент он является отцом трех детей. Но старшие сыновья у меня уже взрослые. А дочь, которая учится в школе, перешла в четвертый класс. Ну, нам нужна канцелярия. В первом сентябре, естественно, нужна школьная форма, какая-то обувь. Хотелось бы, чтобы даже лето дети иногда отдыхали. Нам очень тяжело без сына. Потому что это был мой старший сын. И это была моя надежда и опора. Естественно, он нам всячески помогал. Сейчас очень трудно в том плане, что после похорон мы с мужем подорвали здоровье. И учитывая то, что в республике у нас сейчас республика находится в стадии становления. Не хватает средств, чтобы по достоинству оплачивать работу. Поэтому возникла нужда в лекарственных препаратах, средствах личной гигиены, средствах бытовой химии. А также нам нужно поддержать дочь моего сына. Ей неполных три годика, которая осталась без папы. Я воспитываю моего сына, сына, своего внука. Ему мальчику 12-й год. Вы сами понимаете, пенсия на ребенка очень маленькая. Я получаю на ребенка 1900. Сама работала на шахте, у нас задерживает очень заработную плату. Конечно, на нас очень тяжело. Ему надо зимняя одежда, красот, лекарство мне также надо. Канцелярия, вообще все. Потому что у нас так получилось, что у меня в 2004 году погиб в шахте муж. В 2008 наш дом полностью сгорел. И будем говорить. И вот в 2014 году у меня погибается. Сейчас на реабилитацию. Ну что, кроме лекарства нам ничего не надо. Потому что мы через три месяца его голем. Вот так. Сколько нужно денег на медикаментах? Первый раз мы прокололи 5800, я дала мне. Второй раз чуть меньше 5000. Продолжение следует...